В церкви «Дверь в небо» стартовал ежегодный благотворительный проект для детей «Вифлеемская звезда». Одним из первых был проект «Елка ангела». Дети, родители которых находятся в местах лишения свободы, получили новогодние подарки. Служители тюремного служения церкви посетили детей Днепропетровского региона. Подарок открывает сердце, а в открытое сердце так легко прийти радости, прощению и самое главное – Богу. Спасибо за подарки! Дети осужденных особо нуждаются в любви. Служители церкви от имени родителей, которые находятся в местах лишения свободы, дарили подарки и передавали поздравления. Привет, Джека! Получили от тебя подарочек. Ты большой молодец, что ты позаботился о Лизе. Я также присоединяюсь к поздравлениям. Желаю тебе, чтобы этот год на самом деле стал для тебя новым во всех сферах. Пусть Господь благословит тебя. Слово Божье призывает каждого заботиться о тех, кто рядом с нами, любить их и помогать им. И делать это так же, как мы хотели бы, чтобы сделали нам самим. Божьи люди только могут такое сделать. Только Божьи люди. Да благословит Господь. И сохранит вас. Спасибо большое. Да исполнит вас силами своей. Регулярные выезды команды тюремного служения церкви в места лишения свободы с проповедью Евангелия меняют жизнь и сердца осужденных. Как написано в Священном Писании, Бог обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Спасибо за подарок, папа. Я тебя очень сильно люблю. Пап, я очень тебя люблю. Я хочу, чтобы ты приехал. Также подарком для людей, которые находятся в исправительных учреждениях, будет видеопоздравление от их детей и родных, которые уже в ближайшие дни для них повезет тюремное служение церкви «Дверь в небо». В следующих выпусках новостей мы покажем вам продолжение проекта «Вифлеемская звезда», где организаторы уже провели детский рождественский праздник и проведет выездные служения в детском доме инвалидов, противотуберкулезном санатории и в детском доме для сирот. Специально для христианских новостей Анна Блоха, Ольга Лях, Дмитрий Чистяк, Днепропетровск, Украина.